Начнем лекцию. Итак, мы в прошлый раз с вами начали дифференциальные исчисления, обсудили, что такое производная функции одной переменной, что такое дифференциал функции, обсудили, что в одномерном случае существование производной и дифференцируемость – это одно и то же. И завершили мы прошлую лекцию свойствами дифференцируемых функций, а именно правилами вывода. Оказывается, зная производную двух функций, можно найти производную их линейные комбинации, производную произведения, но и при определенном условии производную частного. А сейчас мы с вами обсудим, что же происходит в случае композиции функций. Итак, теорема. Пусть функция G от T дифференцируема в точке T2. Ну или то же самое, существует производная, это одно и то же. Значит, G от T0 мы обозначим X0, и функция F от X дифференцируема в точке X0. В точке X0. Тогда функция, композиция этих двух функций, композиции, дифференцируема в точке T0. Причем? Причем? Производная. F штрих. Вот тут я так буквку внизу буду писать, подчеркиваю, какой переменной берется производная. F, давайте, G штрих по T в точке T0. Производная. Производная сложная функция F по X в точке X0 умножить на G штрих по T в точке T0. В частности, дифференциал сложной функции, дифференциал сложной функции. Есть F штрих по X умножить на G штрих по T, дифференциал в точке T0. Дифференциал сложной функции, но есть такое произведение на DT. Мы к этому еще вернемся. Итак, давайте это все аккуратно установим. По порядку начнем. Итак, функция F дифференцируема в точке X0. Что это значит? Это значит, что приращение функции допускает выделение главного члена линейного асимптотики F штрих. Давайте напишу по X в точке X0 умножить на X-X0 и плюс O маленькое от X-X0. Сразу удобно будет нам явно выписать, что такое O маленькое от X-X0. Давайте я прямо напишу O маленькое от X-X0. Это что такое? Это произведение X-X0 на O маленькое от 1. И давайте сразу O маленькое от 1 обозначим буквой Альфа от X. Альфа от X есть как раз O маленькое от 1 при X стремящемся к X0. Значит, разумеется, эта функция имеет предел при X стремящемся к X0. И это не означает, что мы ее значение в самой точке X0 знаем. Но как я и раньше говорил, тут максимум может быть устранимый разрыв. Поэтому давайте сразу будем считать или доопределим Альфа от 0 равно 0. Тогда Альфа непрерывно, ой, не от 0, а от X0. Альфа непрерывно в точке X0. То есть Альфа непрерывная, бесконечно малая в 0. Дальше. G дифференцируема в точке T0. Это значит, что G от T минус G от T0 допускает выделение главного члена такого вида. G штрих по T в точке T0 умножить на T минус T0 и плюс O маленькое от T минус T0 при T стремящемся к T0. Ну и вот давайте теперь вот что сделаем. Давайте теперь соответствующую асимптотику для G подставим в асимптотику для функции F. И посмотрим, что получится. Итак, равенство внизу подставляем вот в это соотношение вверху. И посмотрим, что же получается. Смотрите, F от G от T. Значит, X это как раз и есть G от T. Это значение функции G в некоторой точке T. Минус F, давайте я напомню, что X0 как раз это G от T0. А это как раз и будет приращение композиции двух функций F и G. И какой же вид это приращение имеет? Давайте посмотрим. О. Но это некое число F' по X в точке X0. А вместо X и X0 мы подставляем G от T минус G от T0. Так и сделаем. G от T минус G от T0. Так. Плюс O маленькое от X минус X0. Отлично. Давайте посмотрим. Вот O маленькое имеет такой вид. Опять X минус X0 на α от X. Так и напишем. Плюс G от T минус G от T0. И все это умножить на α от G от T. Замечательно. Ну и давайте теперь вместо разницы G от T минус G от T0 напишем вот то, что здесь и раскроем все скобочки. Значит, что у нас получается? вот давайте посмотрим. Смотрите. Первое слагаемое F' по X в точке X0 на G' по T в точке T0 и умножить на T минус T0. Дальше. Дальше. Пойдет O маленькое плюс F' по X в точке X0 на O маленькое от T минус T0. Дальше. Дальше. Теперь вот сюда подставляем тоже G от T минус G от T0. плюс G' по T в точке T0 на T минус T0 и на α от G от T. И, наконец, плюс O маленькое от T минус T0 и на α от G от T. И вот давайте мы с вами убедимся в том, что вот это слагаемое главное, а все остальное мелочь. То есть O маленькое от T минус T0. Смотрите. Здесь постоянное умножить на O маленькое от T минус T0. Значит, O маленькое от T минус T0. Тут постоянное на T минус T0 и на бесконечно малое. Почему эта величина бесконечно малая, я сейчас поясню. А здесь вообще O маленькое от T минус T0, да еще на O маленькое от 1. Тем самым мы показали, что приращение композиции представимо в следующем виде. Постоянная величина равная произведению производных умножить на приращение аргумента и плюс O маленькое от T минус T0. Значит, осталось только пояснить, почему же α от G от T есть O маленькое от 1. А значит, почему это так? Да потому что так как G G от T стремится к G от T0 равным X0 в силу необходимого условия дифференцированности. Давайте вспомним. Раз G у нас дифференцируемая функция, то она, конечно же, непрерывная. А раз непрерывная, то G от T стремится к G от T0 при T стремящемся к T0. А альфа функция непрерывно при X стремящемся к X0 непрерывная бесконечно малая. Значит, по теореме о пределе композиции значит, предел при T стремящемся к T0 альфа от G от T значит, внешняя функция непрерывная, а внутренняя имеет предел. равен альфа от T стремящемся к T0 вот и все. Значит, вот теорема о пределе о производной сложной функции доказано. Ну, заодно и о дифференциале. Давайте я еще раз выпишу вот этот дифференциал. Значит, смотрите. D дифференциал F от G это есть F' по X умножить на G' по T и умножить на DT. И вот сейчас давайте я просто для удобства не буду уже вводить одно значение Y и G, а пусть у меня Y это есть F' Y от X. Пока. Для начала. Дифференциал F от X умножить на DT. Вот так. Дифференциал это есть производная умножить на DT. А теперь давайте переменную X будем менять. Пусть X это есть X от T. Тогда DY это, конечно же, Y' по X умножить на X' по T на DT. А вот теперь давайте второй и третий множитель соединим. Ведь X' по T умножить на DT это дифференциал функции X. Так и запишем. Вот это наблюдение называется свойством инвариантности формы первого дифференциала. Сейчас я поясню, откуда такое длинное сложное сочетание. Инвариантность формы первого дифференциала. Ну, первого дифференциала понятно, потому что у нас пока других даже и нет. Вот. А почему вот форма? Вот смотрите. Оказывается, если переменная X независимая, то дифференциал вычисляется по следующей формуле. А если переменная X зависимая, то есть зависит еще от какой-то переменной, то дифференциал снова вычисляется по этой же самой формуле. Вот. И казалось бы, что все совсем одно и то же. Но это не так, конечно. Вот. Потому что DX в формуле первой и во второй имеют разную природу. Значит, как я уже говорил, в первой формуле DX это вот то самое независимое приращение, это такая буква неделимая. Вот. А во второй формуле DX это, как видно, дифференциал функции X. Да. То есть здесь уже совершенно иное обозначение. И на самом деле вот именно поэтому специально сделали такое обозначение, чтобы это все сливалось. Ну, потому что удобно во многих ситуациях, что вот именно эти выражения совпадают по внешнему виду, по форме. Форма первого дифференциала инвариантна. По сути это немножко разные объекты, но вот мы увидим впоследствии, что важно, что форма одна и та же. Значит, собственно говоря, инвариантность формы первого дифференциала это просто переформулировка теоремы о производной сложной функции. Хорошо. Хорошо. Так. Ну а сейчас нам понадобится еще одна теорема, значит, производная обратной функции. Теорема существования обратной функции у нас уже была. Естественно, мы ей воспользуемся. И вот в случае существования можно вычислить производную обратную функцию. Значит, итак, какая же у нас будет теорема. Пусть функция F строго возрастает. И непрерывно. И непрерывно. Значит, на у дельта от x0. То есть в некоторой окрестности точки x0 функция строго возрастает и непрерывно. и кроме того, F дифференцируема в точке x0 и еще F' в точке x0 и не равна 0. Тогда существует обратная функция F минус 1 от y. Крик, который тоже строго возрастает и непрерывно. на интервале F от x0 минус дельта плюс 0, F от x0 плюс дельта минус 0. Это я переформулировал часть уже доказанной теоремы. и кроме того, вот это нам сейчас важно. И кроме того, F минус 1 дифференцируем в точке y0, и F минус 1 штрих в точке y0, производная в этой точке, равна единице делить на F' в точке x0. Вот такая теорема. Еще раз напоминаю, что первая и третья строчки – это часть уже доказанной теоремы. Если функция строго возрастает и непрерывно на некотором интервале, то обратная функция существует, тоже строго возрастает и непрерывно на таком интервале. Этот интервал содержит, естественно, точку y0, которая есть значение функции F в центре интервала, в центре окрестности. И вот почему же существует производная? Давайте прямо так и напишем. Что у нас такое единица на F' от x0? Что это такое? Смотрите, не равно 0, так что все корректно тут написано. Это есть предел при x, стремящемся к x0. И переворачиваю просто дробь. x минус x0 делить на F от x минус F от x0. Отлично. А теперь сюда вместо x делаю подстановку F минус 1 от y. Вот смотрите, что у нас получается. Предел и уже при y, стремящемся к y0, а тут будет F минус 1 от y. Значит, всюду вместо x подставляю F минус 1 от y. Ну а, соответственно, вместо x0 F минус 1 от y 0. Так, делить на F от f минус 1 от y, минус F от f минус 1 от y 0. Ну я специально так подробно написал. Значит, почему такая подстановка законна? Опять же, по теореме о пределе композиции функции. Смотрите, вот этот предел внешний существует. Существует, это по условию. Вот. Предел внутренней функции F минус 1 от y, конечно же, существует. Эта функция вообще непрерывно, непрерывно. Ну и вот здесь мы можем применить как раз ту теорему, помните, с неуглюжим условием, что в окрестности само значение, значит, x0 не принимается. Ну, ясно, не принимается, потому что функция F минус 1 строго возрастает. Она каждое свое значение принимает ровно один раз. Так что все законно, все законно. Ну и подставляем, что же у нас получается. Предел при у, стремящемся к у нулевому, F минус 1 от y минус F минус 1 от y нулевого. Так, а тут будет просто y минус y нулевое. Вот. Ну все. А этот предел и есть производная, он существует. производная функция F минус 1 в точке y нулевое. Теорема о производной обратной функции доказана. Ну и эта теорема непосредственно связана с понятием функции заданной параметрически и производной параметрически заданной функции. Давайте я это следствие сформулирую, нам эта теорема в дальнейшем понадобится. Ну и вообще это такое очень прикладное понятие. Пусть x от t строго возрастает и непрерывно. Непрерывно на промежутке t0 минус дельта, t0 плюс дельта. на интервале. На интервале таком. Строго возрастает и непрерывно. Значит, тогда существует x в минус 1 и есть t от x. t от x, вот такая функция обратная. И тоже она строго возрастает и непрерывно на x от t0 минус дельта плюс 0 и x от t0 плюс дельта минус 0. И пусть y от t непрерывно на этом интервале. Пусть y также определена непрерывно на этом интервале. и соответственно функция y от t от x определена и непрерывно на t0 минус дельта, t0 плюс дельта. И вот эту функцию y от t часто записывают в таком виде. x равно x от t, y равно y от t. Соответственно, t приближит у дельта от t0. То есть фактически это и есть композиция y с функцией t от x, которая есть обратная к функции x от t. И называется этот объект функция заданная параметрически. Физический смысл какой? Есть у вас материальная точка, которая бежит по плоскости. По какой-то причине вас перестало интересовать время, а интересует только траектория ее движения. Ну вот функция y от x, которая получается после такого задания, ее график и есть траектория движения материальной точки. Уже про время как бы забыто. Ну и какая же теорема, точнее следствие, теорема производной обратной функции? Пусть x от t строго возрастает и непрерывно на интервале t0 минус дельта, t0 плюс дельта. Вот строго возрастает. Дальше. x и y, две функции, дифференцируемы в одной и той же точке t0. И причем x' в точке t0 не нулевая. Значит, и так x от t возрастает в окрестности непрерывно в самой точке дифференцируема, производная не равна нулю, а y просто дифференцируема в точке t0. Это вполне достаточно. Вполне достаточно. Тогда y дифференцируема в точке x0, значит, y как параметрически заданная функция. y от t от x дифференцируема в точке x0 и y' по x в точке x0. Давайте я здесь напишу, что x от t0 это x0. Чтобы было понятно. y' по x в точке x0 есть частное производных по t в точке t0. Вот так. Доказательства? Доказательства. Смотрите. Что есть производная y' по x в точке x0? Это есть производная сложной функции. y в композиции с t штрих в точке x0. Соответственно, это есть производная y' по t в точке t от x0. А t от x0 это наоборот t0. Эти функции монотонны, взаимно обратны. Производная по t в точке t0. и умножить на t штрих по x в точке x0. Но функция t есть обратная к функции x. и по предыдущей теореме ее производная равна единички делить на x штрих в точке t0. Тем самым теорема производной функции заданной параметрически доказана. Физический смысл у нее тоже очень простой. Что такое y' по x? Это производная y по x. То есть во сколько раз y меняется быстрее, чем x мгновенно. А здесь в числителе стоит то, во сколько y быстрее раз по отношению к t меняется, а в знаменателе скорость x по t. Так что, в принципе, эта вещь достаточно понятная и на интенсивном уровне. Ну вот давайте мы с вами продолжим. А вот мы подошли на самом деле к тому, что вам так уж получилось известно с курса школы. Это, собственно, таблица производных. Правила вывода у нас есть. Значит, еще раз. Любая арифметическая операция дифференцируемых функций дифференцируема. Композиция дифференцируема. И более того, даже обратная функция дифференцируема. Все. А теперь мы уже в состоянии получить табличку базовую. Ну давайте прям это и сделаем. Итак, самое первое, что совершенно тривиально, это производная постоянной функции. Есть 0. Я думаю, это доказательство не нуждается. Уж это точно было известно еще со школы. Что если тело находится в покое, то его скорость равна нулю мгновенная. Значит, производная функции х в степени n. Давайте даже не n, а а альфа поставлю, чтобы подчеркнуть, что здесь показатель производный. Производная в точке х равно х0. Давайте прям посчитаем. Это предел. При х, степящемся к х нулевому, х в степени альфа минус х0 в степени альфа и делить на х минус х0. Ну как такой предел посчитать? Естественно, что надо воспользоваться вторым замечательным пределом. Как мы это сделаем? Давайте я х0 в степени альфа вынесу за знак предела. Здесь будет предел, приведущийся к х нулевому. А тут будет вывод, что 1 плюс х минус х0 делить на х0. Все это в степени альфа и минус 1. Проверяю, что все так. Действительно, единичка сокращается. Получается х делить на х0, а х0 в степени альфа я вынесу. Соответственно, внизу я сейчас напишу х минус х0 и делить на х0. И все это я умножу на единичка делить на х0, чтобы у меня ничего не поменялось. Вот здесь было х минус х0. Я тут поделил и тут поделил. И вот этот предел, это как раз второй замечательный предел. И он равен, как известно, альфа. Значит, получается альфа умножить на х0 в степени альфа минус альфа. Вот мы посчитали производную степенной функции. Давайте теперь к тригонометрии перейдем. Синус х в точке х0. А здесь первый замечательный предел, конечно. Предел при х, стремящемся к х0. Синус х минус синус х0 делить на х минус х0. Это есть предел при х, стремящемся к х0 в ому. Значит, что у нас тут будет? Синус х минус х0 пополам делить на х минус х0 пополам. Вот я применяю тригонометрическую формулу разность синусов. И умножить на косинус х плюс х0 пополам. Соответственно, вот здесь мы имеем первый замечательный предел, он равен единице. А косинус непрерывная функция. И, соответственно, надо подставить сюда х0 и получится косинус х0. Совершенно аналогично. Поэтому я быстро, без особых пояснений. Производная косинуса в точке х0 есть предел при х, стремящемся к х0. И применяю формулу разность косинусов, поэтому тут минус выскочит. Здесь будет предел при х, стремящемся к х0. Синус х минус х0 пополам делить на х минус х0 пополам. И умножить на синус х плюс х0 пополам. И получается минус синус х0. Вот и все. А со всеми остальными тригонометрическими функциями нам уже предел не надо считать. Будем пользоваться теоремами. Смотрите, тангенс х это есть синус х делить на косинус х. И по формуле производной частного, я уже, конечно, ее не буду применять, это совсем просто. И с помощью основного тригонометрического тождества получаем единица на косинус квадрат х. Если нужно, подробнее я сделаю, но думаю, что нет необходимости. К тангенс х. И это есть косинус х делить на синус х. И все точно так же. И будет минус один делить на синус квадрат х. Ну, может быть, чуть большего внимания заслуживают производные арксинуса. Вот смотрите. Арксинус х производная в точке х равно х нулевое. Что такое арксинус х? Это обратная функция к синусу у в данном случае. И она определена на интервале минус один один, в то время как синус берется на интервале минус пип-полам пип-полам. Посмотрите, все условия теоремы выполнены. Есть монотонность, есть непрерывность и есть дифференцируемость функции синус у, причем это производная в каждой точке отлично от нуля. Соответственно, по теореме производной обратной функции смотрите, что получается. 1 делить на синус у в точке у равной арксинус х нулевое. Давайте считать. Производная синуса это косинус. Получается 1 делить на косинус от арксинуса х нулевое. Осталось вычислить. Поскольку арксинус это угол от минус пип-полам до пип-полам, то косинус положительный. И в силу основного тригонетрического тождества будет единица на корень квадратный из единицы минус х0 в квадрате. Вот так вычисляется производная арксинуса. Ну и еще арктангенс х. Давайте вычислим производную арктангенса. Все то же самое. В точке х равно х0 это все равно что? Давайте посмотрите. Арктангенс это есть функция обратная к функции тангенс, определенной на интервале от минус пип-полам до пип-полам. Тангенс – возрастающая функция, непрерывная, имеет производную везде, и везде эта производная отлично от нуля. Значит, применяем теорему, только что доказанную для обратной функции. Это единица делить на тангенс у, а у – это арктангенс х0. Производная тангенса – это единичка делить на косинус в квадрате х. Соответственно, будет просто косинус квадрат от арктангенса х0. Опять, применяя основное тригонометрическое тождество, находим косинус в квадрате от арктангенса – это будет единичка делить на 1 плюс х0 в квадрате. Но это несложное элементарное преобразование, поэтому я не очень подробно все делаю. Это тригонометрический блок. Теперь давайте блок, связанный с показательной функцией. Итак, е в степени х. Штрих в точке х равно х0. Что это такое? Это есть предел. При х, стремящемся к х0, е в степени х минус е в степени х0 делить на х минус х0. И аналогично. Как и в случае степенной функции, то же самое мы делаем. Сводим ко второму замечательному пределу. Вынесу е в степени х0. Получается, здесь предел при х, стремящемся к х0. Е в степени х минус х0 минус 1 делить на х минус х0. А тут в чистом виде записан второй замечательный предел. Он равен единице. Вот такая замечательная формула. Производная экспонента равна самой себе. Вот так вот. Вот и все. А больше ничего по определению делать не нужно. Есть такие функции гиперболический косинус. Это есть полусумма экспонентов. Вот вы потом поймете, почему она так называется, откуда она взялась. Но пока нам ничего кроме вот этого знать не надо. Опять используя свойства производной, получаем, что это есть е в степени х минус е в степени минус х пополам. А эта функция тоже по некоторым загадочным причинам называется гиперболический синус. И вот так обозначается. Совершенно аналогично получается и обратное. Производная гиперболического синус есть гиперболический косинус. Обратите внимание, что тут все проще. Если для обычных синусов и косинусов где-то знак надо поменять, то синус и косинус формулы абсолютно симметричные. Так, что еще? И, конечно же, обратные функции. Давайте начнем с логарифма. Логарифм х штрих в точке х равно х0. Что это такое? Что такое логарифм? Это функция обратная к экспоненту. Значит, экспонент там монотонная, непрерывная функция, всюду имеющая отличную от нуля производную. Вот как следует из того, что у нас написано. Поэтому опять применима теорема производной обратной функции. Значит, это есть что такое? Это единичка деленная на е в степени х, извините, у штрих в точке у равной логарифм х0. Вот так. Но производная экспонента это она сама. Значит, это единица на е в степени логарифм х0. Что, конечно, в силу основного логарифмического тождества просто х0. Ну и, конечно, есть обратные гиперболические функции. Да, ну давайте, кроме обратных, есть еще, конечно, тангенс гиперболический. Это то же самое. Синус гиперболический на косинус гиперболический. И его производная равна единица на косинус гиперболический в квадрате. Ну и также есть катангенс гиперболический. Его производная минус единица на синус в квадрате от х. По тем же самым причинам. По тем же самым причинам. И есть обратные гиперболические функции. арктангенс гиперболический х в точке х равно х0. Давайте я напишу в элементарных функциях, что это такое арктангенс гиперболический. Это есть одна вторая логарифм единица плюс х делить на единица минус х. Вот такая производная в точке х равно х0. Это есть то же самое, что производная тангенса гиперболического у в точке у равной арктангенс х0. Это есть косинус гиперболический квадрат в точке арктангенс гиперболический х0. И это есть единичка делить на единичка минус х0 в квадрате. Не будет, давайте проверим. Может, я действительно что-то запамятовал. Так бывает. Это у нас что такое? Это косинус х на синус х. Производная косинуса это синус. Значит, будет синус гиперболический квадрат х. Производная числителя на знаменатель. Теперь минус наоборот. Производная знаменателя будет косинус квадрат х и делить на синус гиперболический квадрат х. Ну а это минус единица. Не удалось мне двойку получить. Значит, все вроде правильно. Ну и наконец, арк гиперболический синус. Производная в точке х равно х0. У гиперболического арк синуса тоже есть представление через логарифм. Давайте я его выпишу. Это есть логарифм от х плюс корень квадратный из единицы плюс х квадрат. И от всего этого штрих в точке х равно х0. Еще раз, это одно и то же. Но как это получается, я думаю, не объяснять. Квадратное уравнение там решить надо. Опять же, все нормально, все здесь монотонно, все условия выполняются. Значит, это и есть единица делить на синус гиперболический у производная в точке у равной арк синус гиперболический х0. Ну а это есть единичка делить на косинус гиперболический от арк синуса гиперболического. Ну а это есть единичка делить на корень квадратный из единицы плюс х0 в квадрате. Вот максимально широкая табличка. Пожалуйста, пользуйтесь. Значит, отсюда сразу следствие. Любая элементарная функция имеет производную там, где она определена. И за конечное время ее можно найти. Вопрос только, сколь сложна эта элементарная функция. Да, вот здесь вопрос, к счастью, вот такой очень простой. Ну а вот так примерно выводится. Естественно, любую из этих формул можно вывести по-разному. Поэтому я предъявил, на мой взгляд, самый короткий путь к решению. Так, ну вот что касается понятия первой производной. Значит, теперь мы, в общем-то, все про первую производную знаем, откуда она получается. И, конечно, мы сейчас пойдем дальше и поговорим о производных более высокого порядка. Значит, здесь мы поступим так. Я про дифференциал второго и более высокого порядка пока говорить не буду. Ну, потому что вы все равно до конца не поймете, а так вот просто об этом говорить время тратить мне не хочется. И уже о втором дифференциале, о дважды дифференцированных функциях мы поговорим в следующем семестре. А сейчас, даже если я буду где-то оговариваться и говорить дважды дифференцированно, там еще что-то, вы всегда понимаете, что я говорю только про существование второй производной, существование n-ой производной и так далее. Хотя, может быть, даже обозначать так же буду. Итак, пусть, ну давайте определение, пусть f от х дифференцируема, ну и сразу переводите на правильный язык, существует производная в окрестности точки х0. Существует производная в каждой точке окрестности точки х0 и f' от х дифференцируема в самой точке х0. Если у нас производная есть не в одной точке, а в каждой точке окрестности, то производная ведь сама по себе представляет функцию. Каждой точке интервала соответствует некое значение число производного. Вот она сама по себе функция. И вот пусть эта функция, эта функция имеет производную. Имеет производную. Тогда вот эта величина производная называется второй производной. Второй производной в точке х0 по определению. называется производная от первой производной. Производная от первой производной. Да, этого достаточно. Мы же сейчас в одной точке хотим. Раз хотим в одной, пусть в одной будет. Значит, это ей не запрещает где-то еще быть. Значит, физический смысл этого явления тоже вам хорошо известен. Скорость скорости называется ускорением. Т.е. вторая производная – это мгновенное ускорение в точке х0. В школе вы больше знакомились с ситуацией, когда это мгновенное ускорение везде одинаково, когда речь шла о равноускоренном движении. Действительно, если вы сейчас возьмете параболу и найдете аккуратненько второй производной, вы увидите, что она постоянная. Вообще говоря, в жизни бывает по-разному. Ну вот так. О диаметрическом смысле второй производной мы поговорим несколько позже. Ну и наконец, конечно, уже не будем останавливаться на достигнутом, дальше индуктивный шаг. Пусть в каждой точке, давайте я аккуратно напишу, не буду уже обозначение общепринятое применять, раз уж я не говорю про дифференциал. Пусть в каждой точке окрестности точки х0 существует, и вот так обозначается, n-1 производная в точке х. Итак, n-1 производная, пусть мы сумели ее определить. И вот эта n-1 производная дифференцируема, уже сама как функция, она дифференцируема, но опять же, переводим на правильный язык, существует производная ее в точке х0. Тогда вот эта производная и называется n-ой производной в точке х0. Это оказывается n-1 производная штрих от нее в точке х равно х0. Вот и все. Вот и все. Вот что такое. Да, пожалуйста. Ну, в принципе, и так же понятно. Иногда, если я даже что-то вдруг не написал, но вот сейчас ясно, что объект определяется. Вот он впервые возникает. Вот мы его определяем. А когда мы говорим, что что-то выполнено и что-то отсюда следует, что надо доказать, мы это утверждение теоремы. Нет, как же утверждение, когда у нас впервые возникло вот это обозначение. Другое дело, что правильно вы заметили, что вот это я мог вообще не писать. Я просто специально захотел выделить вторую производную, специально сказать про ускорение. Вот. А так формально, вот вы правы, вот можно не писать и сразу определить n-ую производную. Да. Ну, просто у третьей, четвертой производной уже нет такого хорошего физического и геометрического смысла, как у второй производной. Еще раз, ну давайте уже забегая вперед, все-таки скажу, что мгновенное ускорение, его видно и на картинке. И на картинке. То есть это такая степень выпуклости графика. Чем выше производная, тем больше такая вот у вас парабола будет веточки вверх. Вот. Ну, большего пока сказать не могу, пока так. А вот третью производную, величину третьей производной, вы глазами никак на графике не увидите. Вот ее значение, к сожалению, вот не видно. Поэтому я отдельно выделил вторую производную. Вот. Я надеюсь, ответил на ваш вопрос. Да. Значит, поехали дальше тогда. Значит, итак, конечно же, формально мы про n-ную производную все знаем. Все знаем. В каком смысле? Конечно же, у любой элементарной функции есть n-ная производная. И вопросы времени его найти. Понятно, да? Почему? Потому что, как мы только что увидели, производные всех элементарных функций тоже элементарны. Понятно, да? Это очень важное и нетривиальное заключение. Потому что это не для всех операций так. То есть вот, как мы увидели, всегда получается элементарная функция. Соответственно, если мы будем продолжать брать производные вот от того, что мы здесь получили, тоже будут получаться элементарные функции. Но понятно, что взять, скажем, 50 раз производную, это уже вопрос большого времени. Поэтому иногда возникает желание взять n производных сразу же. И вот здесь есть тоже очень полезные правила вывода. Их, конечно, меньше. Ну а именно, о чем я говорю. Теорема. Пусть существует n-ная производная функции f в точке x0 и n-ная производная функции g в точке x0. Тогда существует n-ная производная в точке x0 любой линейной комбинации. Любой линейной комбинации. И лямбда f плюс mg, n-ная производная. Есть линейная комбинация производных. Значит, ну смотрите. Естественно, по индукции. n равно 1. Очевидно. Это соответствующая теорема для первой производства. Есть такая теорема. И теперь как из n-1 вывести n. Вот давайте возьмем лямбда f плюс μg и возьмем n-ную производную в точке x0. Что это значит? А это значит по определению. Надо сначала взять n-1 производную. Хорошо. Берем лямбда f плюс μg, n-1 производную. Так. И еще разочек. Смотрите, по предположению индукции для n-1 мы все умеем. Превращаем в линейную комбинацию. Будет лямбда f n-1 плюс μg, n-1. Так. В точке x0. Отлично. Теперь первую эту производную мы можем проносить сквозь линейную комбинацию. Получится лямбда f n-1. От нее штрих в точке x равно x0. И плюс μg n-1 от этого штрих в точке x равно x0. Ну а это по определению и есть n-ая производная в точке x0 и n-ая производная g в точке x0. Вот так. Все доказано. Все доказано. Так. Следующая теорема. Еще одно свойство. Пусть существует n-ая производная функция f в точке x0. и x. Есть линейная функция. x от t это at плюс b. Вот так. Именно линейная. тогда существует n-ая производная композиции в точке t равно t0. равная a в степени n f n-ая в точке x0, где x0 равно x от t0. Доказательства. К сожалению, никакие более сложные композиции взять не получится. Не получится. Доказательства. Опять по индукции. Первый шаг очевиден. Он верен для любых композиций. В частности, для такой простой. Давайте опять произведем индуктивный шаг. Давайте возьмем fg n-ую производную в точке t0. n-ая производная в точке t0. Опять по определению. Это n-ая производная композиции и от нее еще производная в точке t равно t0. по предположению индукции. По предположению индукции тут у нас что будет? a в степени n-1 умножить на что? n-ую производную, взятую в точке x, и от этого мы должны взять производную в точке t0. А здесь просто надо взять еще разок по обычному правилу производной композиции. И еще одно a выскочит и будет a в степени n, f в точке n-ая производная в точке x0, где x0 равно x от t0. Вот такие правила вывода. Есть еще одно правило вывода. Оно несколько более сложное, но тем не менее я его приведу. Я его приведу. Оно называется правилом линейцы теорема. Пусть существует n-ая производная в точке x0 и n-ая производная g в точке x0. Тогда существует n-ая производная в точке x0, равная сумме по k от 0 до n, c из n по k, f в точке x0. Вот такое сложное правило. Оно демонстрирует, что все остальные частного композиции еще сложнее. Конечно, давайте докажем по индукции. Опять же, при n равном 1, давайте я не написал, что f нулевое это просто f. Значит, ни разу не взять производную. Значит, при n равном 1 просто эта формула превращается в правило произведения. f'g'g'g'g'g'. Давайте теперь из n выведем n плюс 1. Вот смотрите, давайте вот это равенство еще раз от него возьмем производную. Смотрите, fg n плюс 1 в точке х0 это есть fg n и еще разок в точке х равно х0. И еще разок. Ну и fg n, вот оно вверху написано, я позволю себе не переписывать, что здесь написано. И для того, чтобы от этой суммы взять еще раз производную, нужно воспользоваться, во-первых, линейностью. То есть производную надо применить каждому индивидуально слагаемому, а каждая слагаемая при этом раздвоится согласно формуле производного произведения. Поэтому я здесь буду очень краток. И тут будет сумма k от 0 до n, c из n по k. Смотрите, к первой производной тут я единичку прибавлю, еще один раз от нее производную возьму. fk плюс 1 в точке х0, а g не меняется, n минус k в точке х0. И плюс вторая сумма, c из n по k. Здесь fk в точке х0, а уже наоборот производная увеличится. g, n минус k плюс первая производная в точке х0. Вот так. Значит, а дальше тот же самый трюк, как с беномами негидома. Значит, во-первых, я отцеплю по одному слагаемому от каждой суммы. Смотрите, отсюда самое последнее. Что это за слагаемое? c из n по n, то есть единица fn плюс первая. fn плюс первая в точке х0, нулевое, а g просто в точке х0, потому что k равно n. А из последней суммы отцеплю нулевое. То есть опять c из n по нулю это 0, значит, плюс, значит, f от х0 на g n плюс 1 в точке х0. Вот, а оставшиеся слагаемые перепишу, но схитрю немножко. Смотрите. Первая сумма у меня будет с нуля до n минус 1. Почему? Я последние слагаемые отцепил. И давайте я здесь выполню сдвиг суммирования. Буду суммировать не с нуля, а с единицы. И не до n минус 1, а до n. Сумма k от единички до n. В итоге я должен везде тут k, внутри суммы, чтобы ничего не поменялось, наоборот уменьшить на 1. Значит, тут будет c из n по k минус 1, f в кт в точке х0, g в n минус кт, n минус к плюс 1 в точке х0. Вот так. Правильно? Отлично. А вторую сумму нейтрону. плюс сумма k. Она, смотрите, она и так от единицы до n. c из n по k, f в кт в точке х0, g, n минус k плюс 1 в точке х0. Вот так. А теперь смотрите, что получится. Сумма каких слагаемых. Смотрите, они все подобные, все одинаково. Надо сложить биномиальные коэффициенты. Но их сумма, это хорошо известно, что такое. Это есть c из n плюс 1 по k. f, k, t, g, n минус k плюс 1. И вообще говоря, сумма должна быть с единички до n. Правильно? Но у меня еще вот эти два слагаемых. И я по своему усмотрению могу здесь написать в одном месте c из n плюс 1 по 0, а в другом c из n плюс 1 по n плюс 1. Потому что это и то, и другое единицы. Так мне удобно. И тогда будет итоговая сумма k от 0 и до n плюс 1. Значит, ну вот тем самым теорема лейдница доказана. Вот она такая непростая. Вот. Ну и в завершении я хочу написать теперь таблицу производных. Сразу n. Сразу n. Ну, во-первых, я замечу, что легче всего считать производные от многочленов. степени n. Чем больше порядок производной, тем легче. Понятно, да? Потому что в какой-то момент производная просто ноль. Да, то есть, например, от многочлена десятой степени пятнадцатую производную проще считать, чем производную пятую порядка. Ну, такой вот парадокс. Ну, вот. Но я сейчас так уж особо про многочлены говорить не буду. А вот, может быть, просто напишу общую табличку для степенной функции произвольной. Это действительно легко. Это действительно легко. Я даже ее особо не буду выводить. Итак, х в степени альфа, n-ая производная. Первая производная от степенной функции в чем здесь дело? Потому что производная степенной функции снова она же. Это будет n, это будет альфа на х степени альфа минус 1. Если мы возьмем второй раз, будет альфа на альфа минус 1 и так далее. И вот здесь возникнет вот такой множитель. И на х в степени альфа минус 1. Но, естественно, если альфа натуральное число, то, конечно, это уже не так в какой-то момент. Я просто уж не буду писать. Понятно, что если альфа натуральное число, то, начиная с некоторого момента, производные начнут становиться нулями. А вот в произвольном случае вот так. Значит, что еще? Связанная с этой производная логарифма. n-ая производная. Это просто х в минус 1 производная n-1 порядка. То есть это производная конкретной степенной функции. И эта производная равна минус 1 в степени n-1 на n-1 факториал и делить на х в степени альфа. Вот так все очень легко. Ну а теперь самые легкие производные. e в степени х, n-ая производная, это все равно, что первая, это e в степени х. Производные синуса и косинуса я сейчас напишу в немножко своеобразном виде, но вы поймете, что это так. Это синус х плюс π делить на 2m. Ну почему это так? Потому что производная синуса это косинус, производная косинуса минус синус, производная минус синуса это минус косинус и производная минус косинуса это снова синус. То есть здесь периодичность 4. У экспонента периодичность 1, а здесь 4. Ну и аналогично n-ая производная косинуса, косинус х плюс π на двое. Вот такая здесь короткая табличка, все остальные функции сложные, производные. А вот я допишу эту табличку, потом мы о ней через какое-то время вспомним достаточно быстро. Ну хорошо, тогда на сегодня давайте мы завершим. Субтитры сделал DimaTorzok